А почему вы не хотите записать в те же самые пролетарии людей, которые на фабрике за станком не стоят, и у которых руки не в масле? Я не только могу записать, я вообще всех могу записать в пролетарии. Кого можно записать в пролетарии? Во-первых, тех, кто не имеет никакой собственности. Изначальное понятие пролетария — это лишенный собственности. Раз. Потом можно по-другому. Сузить это. Взять только работников. А не тех, которые ничего не имеют. И бомжей. Уже бомжей сюда не включать. А взять только работников, но которые на юного труда. На юного труда. И тогда уже и мы сюда попадем, и профессора сюда попадут, и администраторы системные и так далее. Сюда запишем. Потом мы должны взять тот пролетариат, который находится на фабриках и заводах. Почему? Потому что все остальные в этом заинтересованы, а он может организовать. А все остальные не могут организовать. Они сами знают, что не могут. Они больше всех боятся. Рабочие-то меньше боятся. Они больше всех боятся, потому что его-то уволят в первую очередь. Из парикмахеров выкинут, и никто вас не спасет. А вот таксисты, которые нещадно эксплуатируют... Вот у нас появились эти сети автомобильные. Uber, Яндекс и так далее. Я вот разговаривал с одним человеком. Он говорит, 12-14 часов рабочий день. И они там... Эксплуатация жуткая. Они собираются, начинают... Нет, ничего они не смогут. То есть рабочему проще? Ну вот я вам пример приведу. Вот есть у нас Ленгор Электротранс. 11 тысяч человек. Много. Много. Они встречаются, водитель трамвая и кондуктор, тогда, когда они на кольцо приезжают, в туалет идут. И все. Они никак не смогут организовать. Они разобщены, вы хотите? Они разобщены. Они не встречаются на одной производственной площадке? Да, совершенно верно. В этом причина. В том, что основной акцент на фабричных рабочих. И вот возьмите... Они друг друга видят, вы хотите сказать? Они видят, да. И видят вот себя те, кто сидят сейчас... Офисные работники, как даже говорят, убирают их из комнат, чтобы они сидели, как эти самые коровы, в коровнике, так сказать, чтобы вот так вот... Загородки. Да. А он надзиратель, то есть надзирает. Он придет позже, а если вы идете раньше меня, это неприлично. Неприлично уходить в конце рабочего дня. Сидите до 10 часов вечера. Эти люди разобщены. Эти люди разобщены. Они очень заинтересованы. Они с удовольствием поддержат, если это кто-нибудь начнет. Но рассчитывать на то, что они начнут, нечего. Это абсолютно невозможно. Точно так же, как если, скажем, вы предполагаете, что вот какие-то вузы забастуют. Вот у нас половина вузов закрыта за три года. Наше доблестное министерство закрыло. Ну, я думаю, вы это лучше меня знаете. Спасибо.